В рамках дня информации, состоявшегося на этой неделе, вице-губернатор по социальной политике Павел Самсонов побывал в Новосергиевской центральной районной больнице. Эта больница вошла в региональную программу модернизации. На ее базе создается межмуниципальный роддом и сосудистый центр. Помощь здесь будет оказываться жителям не только Новосергиевского, но и соседних Илекского и Переволодского районов. Сейчас в больнице полным ходом идут ремонтные работы. Ремонт есть ремонт, без замечаний не обойтись. На третьем этаже, на базе бывшего терапевтического отделения к концу года откроется сосудистый центр. Сейчас здесь работают строители. В июле был выполнен демонтаж стен, полов, потолков, заменили окна и двери, систему отопления. На 2011 год выделено 18 миллионов, на 2012 год 13 миллионов. Планируется еще у нас ремонт детского отделения, палаты интенсивной терапии и травматологии. До конца текущего года надо отремонтировать еще и родильное отделение. Здесь также идет полная перестройка. Палаты будут одно-двухместные, два современных родзала, процедурные кабинеты. Выполнено пока 30 процентов от запланированных работ. В основном финансирование федеральное, но и муниципалитет не стоит в стороне. Принимает самое активное участие в ремонте больницы. У нас был губернатор, пожелание было, чтобы это была больничка не сегодняшнего дня, а дня завтрашнего. Поэтому ряд палат мы усилили душевыми, туалетами, сделали более серьезные вещи, связанные, допустим, более современные полы, более современные стены, более лучшие современные материалы. Посмотрели, чтобы была аспирация. Там, где положено, специально за счет местного районного бюджета закупили сплит-системы и кондиционеры, потому что все мы знаем, что находясь в больницах, как правило, одна из проблем – это духота, да, и специалистический этот больничный запах. То есть сделать так, чтобы человеку были условия, приближенные к домашним, и чтобы человек быстрее поправлялся. Ремонт в Новосергиевской ЦРБ идет в соответствии с графиком, как, впрочем, в большинстве больниц области. Строители заверили, что сдадут объект в срок. По России всего освоено 13% текущего года. У нас этот показатель выше, почти 40%, но это нас не успокаивает, потому что мы знаем, что сегодня уже 1 сентября почти, и нам предстоит оставшиеся буквально два месяца решить остальные вопросы, которые стоят перед нами. Помимо ремонтных работ по программе модернизации, в Новосергиевской больнице за счет средств муниципалитета планируется строительство отделения восстановительного лечения, где будут использоваться природные терапевтические факторы для реабилитации пациентов – вода, грязи, комусы, лечения. Уже заложен фундамент под новый корпус. Основные работы будут развернуты в 2012 году. Субтитры создавал DimaTorzok